Господи, с хранимом, моя Тебя ждать! Во имя Отца и Сына и Святаго Дмитрия! Сегодня российская газета напечатала статью под названием «Неделя о страшном суде. Чем это нам грозит?» Я хотел бы ответить на этот вопрос. Чем грозит нам страшный суд? И почему Церковь вспоминает страшный суд за неделю до начала Великого Фасадия? Существует такое понятие правосудия. И правосудие в нашей земной реальности означает, что если человек совершил преступление, то он должен принести за это преступление соответствующие наказания. Чем более тяжелое преступление, тем более тяжелое наказание. И весь Уголовный Кодекс, вся система уголовного права построена на этом принципе. Конечно, в земной жизни не всегда совершается правосудие. Иной раз случается, что преступление остается нераскрытым. И что человек, который должен сидеть в тюрьме, находится на свободе. А бывает и наоборот. Преступление совершается, а обвиняет в этом неповинного человека. И он отбывает веленный срок, в то время как кто-то другой, реально виновный в этом преступлении, находится на свободе. Когда мы говорим о божественном правосудии, то прежде всего мы говорим о грехах, которые совершают люди. Грехи – это те же самые преступления. Только не те преступления, которые уголовно наказуемы, а те преступления против правды, которые отдаляют нас от Бога, которые лишают нас царствами жизни. И вот эти самые грехи каждый из нас совершает бесчерное количество раз. Есть грехи тяжкие, а есть грехи, которые нам кажутся повседневными и обыдными. Есть те грехи, которые совершаются на беду у людей, а есть те, которые мы совершаем так, что никто, кроме нас самих и Бога, о них не знает. Есть грехи, которые мы совершаем делом, а есть те, которые мы совершаем только мысль. И вот, когда мы думаем о божественном правосудии, то кто-то может подумать, ну вот, на земле некоторые преступления оказываются неучтенными или нераскрытыми, но уж у Бога-то все грехи будут выявлены и наказаны. И действительно это так, от божественного взора не может укрыться никакой грех, не только тяжкий, но и самый незавременный совершаемый грех. В то же самое время, если мы думаем о Боге только как о судьбеи, который следит за нами и подсчитывает наши грехи, и ждет как бы осудить нас на страшном судьбе, то это совершенно неправильное и ошибочное бессоргейство. Бог желает не осудить нас, а спасти нас. И ради нашего спасения Он пришел на землю, воплотился, стал человеком, взял на Себя наши грехи и понес болезнь. Пострадал на кресте и умер. И все для того, чтобы нас спасти, а не для того, чтобы нас посудить. Поэтому, когда мы думаем о страшном суде, мы не должны представлять себе, что это некое судьбище, которое Господь нам готовит. А мы должны думать о том, как мы сами предстанем перед Господом после того, как перейдем в мир и ночь. С чем мы к Нему придем? Что мы Ему скажем? Как мы сможем отчитаться в наших добрых делах? И вот Господь сегодняшним поучением, которое мы слышали, напоминает нам о том, по каким критериям люди будут судимы на страшном суде. И там предложены нам очень простые преды. Голодного кормил, жаждущего напоил, бездонного обвел в Своем дом, лишенного одежды и надел, больного или находящегося в темнице. Это те люди, которых Господь поставит по правую руку, и которые удостоятся Царства Небеса. А по левую руку от Господа встанут все те, кто ничего этого не сделал. Ни голодного не накормили, ни жаждущего не напоили, ни больного или находящегося в темнице не посетили, ни ногого не одели, ни бездонного не привезли в Своем дом. Иначе говоря, те люди, которые оставались равнодушными, по отношению к другим людям своим ближним. И те и другие, как Господь говорит, нам будут удивлены. Одни тем, что Господь принял их, как оказавших Ему самому в услугу, а другие тем, что Господь ответил им, как не оказавших Ему в услугу. И те и другие будут спрашивать, когда же, Господи, мы видели Тебя? А Господь скажет, все, что вы сделали или не сделали, одному из братьев Моих меньших, то вы сделали Ним. Мы часто думаем о том, как в древние времена, особенно во времена земной жизни Господа Иисуса Христа, многие люди удостаивались видеть Его, воплощенного Господа, своими земными очами. Мы часто думаем о том, как в последующие времена некоторые святые удостаивались видений Господа. Апостол Павел, а вслед за ним многие другие святые, которым Господь являлся и наставлял их на путь правильной жизни. И часто мы спрашиваем себя, ну а почему же нам Господь не является? Почему же мы Его не видим? И Господь сегодня отвечает нам на этот вопрос. Если вы хотите меня увидеть, то вы можете меня увидеть в каждом из тех людей, которые нуждаются в вашей помощи, в вашей поддержке. Потому что если к вам приходит человек и чего-то просит, это значит, что я к вам покажу. Если вы оказали ему милый, значит, вы мне оказали милый. А если вы отвергли его, значит, вы меня отвергли. Вот то, о чем напоминает нам сегодня святая церковь. И вот чем в конечном итоге грозит нам страшный суд. Не тем, что кто-то будет сидеть и подсчитывать наши грехи, а тем, что мы сами в своей собственной жизни, своими добрыми делами или отсутствием их, обеспечиваем свое будущее жизнь вечной. И это может быть как вечное блаженство, так и вечное мучение. Святая Церковь напоминает нам о страшном суде за неделю до Великого Паса, для того, чтобы мы настроили себя на этот путь макаяния. Потому что помимо той заповеди о любви ближней, которая дана каждому из нас, нам еще дан и особый образ взаимодействия с Богом и взаимоотношения с Богом. То, что на церковном языке называется покаяние. И это не просто какое-то раскаяние. Многие преступники, совершившие преступления, раскаялись, но это не спасло их от заслуги, можно сказать. А нам дан образ покаяния, то есть возможность изменить свою жизнь. Не просто обозначить свои грехи, признаться в них, пожалеть о них и жить дальше так, как мы жили и раньше. А встать на путь покаяния как путь исправления. На путь покаяния как путь исцеления нашего ума и нашего сердца. Как путь исправления всего нашего образа жизни. И в течение Великого Поста мы будем готовить себя и к Страстной Седмице, и к празднику Пасхи, а вместе с тем готовить и к вечной жизни, и к страшному судьбу. И мы будем пересматривать свою жизнь, спрашивать себя о тех ошибках, которые мы совершили в прошлом, и просить у Бога помощи, чтобы эти ошибки не совершить в будущем. С этими мыслями будем готовиться к Великому Посту, и будем просить Господа, чтобы простил нам все наши грехи вольные и невольные, чтобы наставил нас на путь покаяния, и чтобы удостоил нас стояния по праву и угольного, вместе со всеми святыми, угодившими Богу. Аминь. Всех вас, проживаясь с праздником и с воскресным днем, храни вас сердце. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok